Друзья, добрый день! Я, как человек, который основал военно-патриотический музей в пятой школе, это в городе Сосновый Бор, непосредственно общался с участниками этой Великой Войны, я пять лет занимался организацией музея, поэтому не знаю достоверно, как это все происходило, это было страшное событие, когда вид один человека, человек уничтожал другого, это страшно. И сегодня очень хочется, чтобы уроки истории, они не прошли мимо нас, чтобы мы до молодежи, последовательно Боргенштерна, Клавы, Кокы, которые сейчас живут и только понаслышке знают, наверное, что-то они доносятся, какая-то шумовая фон, информация об этом войне, чтобы им донесли эту информацию, что-то страшное. Потому что кто-то и с классиком сказал, кто забывает историю, она повторяется обязательно. Ребята, давайте, не надо ее повторять. Сейчас, понимаю, сейчас сложная ситуация в России, ну никогда в России не было союзников. Мы всегда стояли альтернативу этому миру, и поэтому мы должны, наше чувство самосознания, гордости и понимания, что мы россияне, должно вдохновлять нашу гордость и понимание того, что мы живем в великой стране. Давайте не забывать, почтим память нашим предкам, минуту молчания, вспомним и будем относиться к этому празднику как к страшной трагедии и тем моментам, чтобы которые больше не повторялись в нашей истории. Спасибо. Куда сейчас едем? Куда? На построение куда? На линейке. На торжественной. 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 Торжественной построенной. Свеча памяти, да? Не потеряли своих прадедушек, я говорю, дедушек и так далее. И пока есть в ваших сердцах память о них, здесь наш народ отмечает скорую нашу память на торжественную. В этот день начался великий, не прекращающийся ни на одну секунду подвиг. Подвиг в течение одной. 20 лет назад 30, ты даже в тяну не попадешь, а выигрывает диск 45 метров, это позор. Понятно. Так, понятно. Так, что-то парень немножко волнуется, немножко. Ну что нормально? Так, 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 понятно. Понятно. Салута. Салута.